Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 июля, я неделю целую не снимала видеороликов в открытом пространстве, потому что занималась переработкой своего урожая. Так, ну вот сегодня у меня будет новый сбор, я как раз вышла в огород и хочу поговорить на очень важную тему, чем подкормить томаты в июле. Потому что время идет, мы весной, особенно я вроде так, я все купила, все препараты, иммонофосфат, янтарную кислоту, хотела регулярно, периодически подкармливать, но потом, конечно, меня все это, заботы закружили. Я вот в вопросе подкормок, я вам, конечно, не очень хороший советчик и помощник, потому что я сама пропускаю, но я сейчас хочу сказать, что вы должны знать о подкормках вот в середине лета, в июле. По каким принципам мы подкармливаем? Ну, открою вам секрет, что ничем не отличаются весенние подкормки от летних, также они будут у всех разные, также нужно осматривать растения и в соответствии с фазой развития давать тот или иной препарат или средство, неважно, будут они натуральные или будут они купленные в магазине. Сейчас рассмотрим несколько вариантов, чтобы вам стало понятнее. Вот смотрите, у меня в теплице высажены ранние посевы для получения раннего урожая, 24 апреля, 26 я высаживала. Естественно, там у меня уже почти все поспело. Я показывала сегодня, еще раз покажу, там уже и третья, и четвертая, и пятая кисти некоторые я сняла. И поэтому порой мне вот в теплице вообще уже нет смысла ничего подкармливать. Иногда я так и делаю, я так и бросаю. Там последние сколько вызреют, они уже своим ходом дойдут и все. Я вот сейчас обберу теплицу, и я сильно большого внимания уже там не уделяю. Я достаточно уже там поработала, все. Теперь в основном открытый грунт. Открытый грунт тоже разные ситуации могут быть. Вот в открытый грунт я, который рано высадила, демидов, Настенька, все, они уже почти все кисти завязались. Они уже даже нижние кисти созрели. И в этот период, вот им, возможно, можно сделать опрыскивание монофосфатом, о котором я говорила в прошлом году, который мы делаем вот в июле, в конце июля, для придания плодам сладости. Но ведь не все высаживали рано, есть высадили, которые намного позже, и у которых, возможно, только еще активное цветение, активное вот это вот плодообразование, наливание плодов, то есть еще низшая вот такая фаза развития. Тогда, возможно, вам нужно борное опрыскивание. Если погода, например, плохая, если плохо опуляются цветочки, плохо завязываются, для увеличения завязи в это время многие делают борное опрыскивание. Но я скажу честно, я вот весной, как один раз делала борное опрыскивание, больше не делала. Но я не делаю, потому что мне некогда. Потому что меня вот эти вот, мое томатное поле превратилось уже в томатные джунгли. Я не успеваю подвязывать, посынковать, все это их обрабатывать. И до таких обработок препаратами у меня руки не доходят. Но это нужно делать. Потом, есть люди, которые вообще поздно высаживают. Вот у нас в сибирском регионе, кто высадил 15-20 июня, представьте, что их растениям, томатам, только месяц, как в открытом грунте. И многие жалуются, сетуют, что погода была плохая, что они недостаточно выросли. И если вы видите, что куст, ну, недостаточно сформирован, мало зеленой массы, ну, какие он даст плоды? Хотелось бы, чтобы он был побольше, покрупнее. Вот в таких случаях поможет и комплексная подкормка, где есть азот, фосфор и калий. Хотя мы всегда говорим, что азот томатам не нужен в течение лета. Но не забывайте, ситуации бывают разные. Да, он не нужен, если они вот так вот пышут, как на дрожжах растут. А если она маленькая, помидорка, ну, томат, если он, ну, кажется вам, что хотелось бы побольше, тогда и комплексная подкормка подойдет. И вот, исходя из всего вышесказанного, вы уже должны понять, ну, уже поняли, наверное, что и в июле, и в июне, и в июле, и в августе принцип подкормок у нас сохраняется один и тот же. То есть мы выбираем средства в соответствии с фазой развития растения. Или оно только завязывается, плодики и цветут. Или оно уже налилось, или оно уже совсем поспело созрело. И вы выбираете для себя сами в соответствии, ну, как, глядя на растения. Обязательно обдуманно, обязательно все должно быть обосновано, как я уже сказала. Если маленькая, можно комплекс. Если уже плоды висят, можно только для придания сладости. Или в течение всего этого времени, и июнь, и июль, и август, можно, конечно, обрабатывать вот этими опрыскивания комплексом микроэлементов. Вот что мы делали весной. Я тоже накупила, думала, что каждую неделю раз, хотя бы два раза в месяц буду обрабатывать. Ну, как один раз опрыскала, больше не надо. Но если у вас есть время, нужно все это делать. И вы понимаете, каждая вот такая подкормка, каждое наше вот это движение, лишние затраты труда, они все отражаются на растениях. Растение будет более здоровое. У него повышается иммунитет даже вот обработки той же янтарной кислотой, микроэлементами, вот этими комплексами. Ничего не остается незамеченным. И, возможно, если вы будете вот какой-то для себя выработаете график обработок и будете придерживаться его, то, возможно, какая-то болезнь пройдет стороной. Я знаю много случаев, когда люди очень хорошо тщательно ухаживают за своими растениями, и у них вообще нет никаких томатных заболеваний. Хотя в наше время это очень сложно. Вот у нас сейчас в августе пойдут дожди, и многих не избегут ни фитофтора, ни различные там другие, есть корневые гнили. Без этого сложно. Именно поэтому я стараюсь высадить пораньше, и у меня даже в открытом грунте уже все, почти на каждых сортах есть спелые томаты. Но это уже другой вопрос. А пока вот сосредоточьтесь на подкормках, выбирайте именно те, какие вам нужно. Лишний раз тоже не стоит их подкармливать. И мой совет, вот на будущий год, кто начнет со мной весной, я тоже уже на будущий год построила такие планы, что нужно больше при подготовке грунта вносить. А, хотела сказать, что у кого вершинная гниль в это время, у кого кончики вот сливовидных пальчиковых томатов почернели, появилась вершинка, то, конечно, нужно вот эту делать болтушку из мела, из извести пушонки, припудривать золой. Я вот в прошлом году у меня была зола, я просто раз в месяц ходила и просто вот так рассыпала, потому что это очень быстро, быстрее, чем обработать какими-то препаратами. У меня для обработок сейчас очень сложные условия. Разрослись томаты до такой степени, что я еле проползаю по рядам. И мне бы тоже все это делать весной. На будущий год я себе прям зарубила, где-то зарубку сделала в голове, только при подготовке грунта нужно все вносить. И вот эту доломитовую муку, и все эти препараты, и повышать плодородие грунта. И тогда мы можем вот от этих трудоемких обработок себя освободить. Ну а пока, если вы весной этого ничего не делали, то опрыскиватель и по рядам. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я сейчас бьюсь с урожаем. Не знаю, у меня наспело столько томатов, что я не успеваю ничего делать, мне надо посынковать тут же. Сейчас проведу вас в теплицу после этого и покажу, какие томаты поспели у меня сегодня на 23 июля. Все, до свидания.